Музыка Начинаем третью лекцию по теме сравнительное религиоведение. Сегодня мы проведем критический анализ еретических групп Китая. Такие как Хухан Пай, Сан Бай Пурэн Пай, Бей Ливан Пай, Ту Хуэй, Лин Лин Зяо и Роу Шэн Чэн Дау Пай. Глава вторая. Хухан Пай. Первая. Лидер религиозной секты Ли Чан Шоу. По-английски его имя звучит так. Witness Lee. В основном его называли «Витнес-Ли». Слово «Витнес» означает «свидетель». Ли Чан Шоу или «Витнес-Ли» являлся лидером религиозной секты Хухан Пай. Он родился в Янь-Тай, провинция Шэнь-Дун. Изначально он участвовал в собраниях, проводимых Ни-Ташеном. Ни-Ташена также называли «Вотчман-Ни». Он крестил Ли Чан Шоу в 1932 году. Чан Шоу стал лидером сообщества в Тайване. В 1960 году Ли Чан Шоу отправился в Сан-Франциско. Там он проповедовал от имени Хухан Пай. «Хухан Пай» – это означает «Поместная церковь». В 1967 году он начал активное продвижение «Хухан Пай» – «Поместных церквей» в Лос-Анджелесе. Прихожане многократно кричали. «О, Господь! Аминь! Аллилуйя!» Их прозвали «Крикунами». Потому что они показательно громко молились и разговаривали. В 1987 году Ли Чан Шоу отделился от «Вотчман-Ни» и стал называть себя «Господь и Христос». Ему принадлежит утверждение. Если человек будет кричать «О, Господь! О, Господь!», то он получит спасение. Ли Чан Шоу умер в 1997 году. Пункт 2. Основная доктрина. Первая. Священная книга. Приверженцы секты заявляют следующее. Эпоха слова прошла и наступила эпоха духа. Мы живем во время духа. Библия – это устаревшая книга. Не тратьте время на ее чтение. Читайте лишь песнопение жизни. Избавьтесь от Библии. Второе. Божья доктрина. Они утверждают «Сын есть Отец». Ипостаси Иисуса Христа равна ипостаси Бога Отца. Господь есть Дух. Отец есть Сын. А Сын стал Духом. Они не рассматривают Бога в качестве Триединого. И верят в Него, как в Единого. Их лидеры говорят, Всевышний проявлялся по-разному в каждый период времени. Третье. Христология. Еретики утверждают, Иисус Христос – это сотворенное существо. Они верят в теорию смены Сына. Это теория о том, что Иисус и Христос – это два разных существа. Последователи говорят, Иисус грешил, так как ходил в человеческом теле. Божьим Сыном является только Христос. Они утверждают, Своим распятием Иисус Христос противостал Богу. Иисус больше не вернется на эту землю. Критический анализ. Их доктрины чрезвычайно ошибочны. Они отрицают Бога Троицы. И верят в то, что Бог один. Иисус и Христос неразделимы. Последователи отвергают человеческую и божественную природу Иисуса. Библия говорит, что Иисус есть Христос. И Он безгрешен. Послание к евреям, 4 глава, 15 стих. Библия – это Божье Слово. Святое Писание является неизменной истиной. Евангелие от Матфея, 5 глава, 18 стих. Четвертое. Учение о человеке. Человек не был создан по Божьему образу. Поэтому мы, люди, не обладаем Божьей жизнью. Падение человека было результатом того, что сатана в форме греха вошел в человеческое сердце. Дьявол пребывает в нас. Сатана заключил нас в наши плотские тела. Наше физическое тело имеет дьявольские формы. Внутри нас живет сатана. Критический анализ. Создавая Вселенную, Всевышний сотворил наш дух по своему образу. Прежде чем мы, люди, согрешили, и дух, и плоть не имели греха. Человеческий дух и плоть были чисты. Даже после того, как мы согрешили, наше плотское тело не стало прибежищем порока. Идея о том, что плоть насквозь порочена, исходит из гностических убеждений. Мы, люди, пали, открыв тем самым сердце для греха. Пятое. Дополнительная информация. Последователи уверены, что Ли Чан Шоу – это великий господь. Они считают Уитнес-Али спасителем. И утверждают, что рая не существует. Кроме того, они выступают против медицинских способов лечения болезней. Критический анализ. Это ложное убеждение. Вне всякого сомнения, рай и ад существуют. Евангелие от Луки, 16-я глава, с 23-го по 25-й стихи. 23-я глава, 43-й стих. Книга Откровения, 21-я глава, 2-й стих. 22-я глава, 1-й стих. Лидер секты Ли Чан Шоу умер в 1997 году. Пункт 3. Печатные издания. Есть книги под названием «Строительство храма и храмовых стен». «Господь и его дух». Опыт жизни. Критический анализ. Эти книги проповедуют ложные доктрины. «Мы верим, что Всевышний создал нас людьми по своему образу и подобию». Книга Бытие, 1-я глава, 26-й стих. «Наше тело не является олицетворением зла. Развращение исходит в нашем сердце». «Мы получаем прощение грехов только через веру в Иисуса». Книга Деяния, 4-я глава, 12-й стих. Глава 3. Санбан Пурен Пай. 1. Лидер религиозной секты Сюйшэн Гуан. Этот человек родился в Ваньхойшэн, Китае. Эта секта была основана в 1980 году. Сюйшэн Гуан называл себя великий слуга. Дапурен. Пурен – это слуга. Утверждение Сюйшэн Гуана в следующем. Моисей и Давид являлись великими слугами ветхозаветных времен. В те периоды времени я был Моисеем, а также Давидом. Он призывает к безоговорочному подчинению своей персоне и утверждает, что Моисей – дверь Ветхого Завета, и Иисус – это дверь Нового Завета. А наши последние дни дверью спасения является великий слуга Сюйшэн Гуан. Эта секта также называется Да Сяо Пурен Пай. Сюйшэн Гуан обожествил сам себя. Пункт 2. Характерные признаки. Первое. Санбан. Слово «сан» в Санбан Пурен означает «три дня». Бан переводится как «уклад». Приверженцы говорят, важно, чтобы Божья Церковь находилась в состоянии, установленном Всевышним. Этот слуга был послан Богом для использования в своих целях. Историческое развитие Санбан делится на три периода. Например, есть пять талантов, два таланта и один. Их используют для деления верующих на три разных класса. Второе. Система устройства. Первое место занимает Великий Служитель. Он находится на самом верху. Говорят, что его ранг сопоставим с положением Моисея во времена Исхода. На втором месте стоит Малый Служитель. Этот ранг подобен положению Иисуса Навина. Малые служители являются надзирателями. Третье место. Женщина-служитель. Четвертое место разделяют Сотрудники и Глава Церкви. Третье. Наставление верующих. Оно происходит через воспитание веры и воспитание жизни. Лидеры учат верующих послушаться приказам и указывают на приношение даяний. Они редко учат Библии. А заставляют верующих читать размышления Конфуция, Произведения Мэн Цзы, Историю трех государств и другие традиционные книги. Это не что иное, как синкретизм. Четвертое. Жизненное воспитание. Они практикуют строгий жизненный распорядок. Последователи ложатся в полночь И просыпаются в 4 часа ночи. Им запрещено отдыхать в любое другое время. Лидеры не позволяют обращенным встречаться со своими семьями. Они все держат под покровом тайны. Верующие должны давать ежедневный отчет о проведенном дне. Они должны в подробностях сообщать о встречах и делах. Секта делает акцент на групповых мероприятиях. Критический анализ. Лидеры создали иерархическую структуру подчиненности служителей. В Библии были служители, но они не подразделялись на классы. Библейские проповедники служили в церкви в соответствии со своими дарами. Раздел 3. Сотириология Они утверждают, великий служитель – это пророк, посланный Богом в последние дни. Спастись можно, лишь присоединившись к движению Санбан-Фурен. В качестве доказательства своего спасения верующие должны приносить большое число даров. Любой, кто не повинуется великому служителю – хули цветового духа. Сюйшэн Гуан заявляет «Я великий служитель, спаситель и ходатай». С 1996 года он стал утверждать «Розги удаляют грех». Верующих принялись подвергать бичеванию от 40 до 100 ударов в зависимости от тяжести греха. Критический анализ «Мы спасаемся через веру в Иисуса» Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих «Христиане верят в Иисуса и исповедуются в своих грехах лишь Ему» 1 послание Иоанна, 1 глава, 9 стих Лидер религиозной секты Сюйшэн Гуан выступает в качестве судьи Физическое покаяние через боль не решает проблему человеческого греха Пункт 4. Эсхатология Еретики несколько раз предсказывали конец света 1 июля 1989 года Июль 1993 года 1995 и 1996 годы Их предсказания не сбылись Пользуясь людским страхом перед концом света Они завладели имуществом многих граждан Критический анализ Несбывшиеся предсказания о конце света Доказывают несостоятельность и лживость их убеждений А лжецы – это рабы дьявола Библия есть истина В ней нет ошибок Лидеры утверждают Сюйшэн Гуан – это единственный пророк Он – великий служитель Они советуют верующим Жертвовать свое имущество Разрушают семьи И запрещают браки Это социально-безнравственное сообщество Глава 4 Бейли Ван Пей 1. Религиозный лидер секты У Ян Мин Он родился в 1945 году в Китае Бросил школу в третьем классе Он встретил Сюйхунго из Хуханпай В провинции Хэнань И стал активным участником этого движения Однако он заявил, что он помазанный царь И посвятил себя проповедничеству В Фу-Янге В провинции Аньхой Он будоражил и возмущал общество За что был казнен в сентябре 1995 года 2. Характерные признаки Он называл себя Бейли Ван Утверждая, что он библейский Иисус Бейли Ван означает Помазанный царь У Ян Мин заявлял Иисус умер Я истинный Бог Он заставлял последователей Молиться во имя Бейли Вана Он изменил текст местных народных А также популярных песен Вставив в них слово Бейли Ван И восхвалял себя Еретик утверждал, что он Божье тело Дарующее спасение Через интимные отношения с ним Структура внутри сообщества Состояла из Господа Матери Господа Джен Дай Цюань Фу Дай Цюань Лидер проповедовал о конце мира В 2000-м году Критический анализ Эти секты Аморальные и безнравственные Они разрушают семьи И предсказывают Несбыточные концы света Евангелие от Матфея 24 глава 36 стих У Ян Мин Называл себя Бейли Ваном И истинным Богом Лидеры по сей день Продолжают утверждать Что человек может спастись Лишь через веру В религиозного сектанта У Ян Мина Критический анализ Наставники и лидеры Очень жадны Второе послание Петра Вторая глава Первый стих Послание Иуды Первая глава Шестой стих Они безнравственны И аморальны Они подрывают Семейный фундамент Еретики Проповедуют Отказ от труда И сельского хозяйства Ратуют За увольнение С рабочих мест И прекращение Учебного процесса Последователи Этой группы Отдают Все свое имущество На благо Организации Учителя Учителя еретической идеологии Написали книгу Под названием Явление истинного света Третье Третье Печатные издания Абсолютный путь креста Новое имя церкви Явление истинного света Явление истинного света Глава пятая Общество учеников Ту Хуэй Первое Лидер Религиозной секты Цзи Сан Бао Цзи Сан Бао Основал общество учеников Ту Хуэй В провинции Шань Си В 1982 году Он называл себя Живым Иисусом И утверждал Что дважды Воплощался в нем Он также заявил Что его жена Сюй Мин Чао Была святым духом Цзи Сан Бао Называл себя Сан Шу А жену Сюй Шу Это означает Что они Муж и жена Во святом духе Их также называют Мэн Фу Пай И Эр Лян Пай Второе Характерные признаки Цзи Сан Бао Утверждает следующее Я Христос Я даю верующим Живую пищу Я могу исцелять Любые болезни Он призывает Своих последователей Молиться Во имя себя Сан Шу И своей жены Сюй Шу Третья Основная доктрина Цзи Сан Бао Проповедует Что он Иисус А его жена Святой Дух Пара зовется Двумя Оливковыми Деревьями И двумя Подсвечниками Они говорят Что могут Прощать людям Их грехи Рацион последователей Разделен На определенные порции Верующим Верующим Разрешено Есть Лишь 75 граммов Пищи За один прием Во время болезни Им запрещено Пользоваться Лекарствами Лидер Основал поселение Си Яньго В округе Китая И назвал его Божьим Царством Сектанты Отрицают Библейские Истины Четвертое Печатные Издания Это книги Под названием Да Дао Дун Фан Фэн Су И Цы Сян Му Ай Глава Шестая Лин Лин Цзяо Первая Лидер Религиозной Секты Хуа Сюэхэ Хуа Сюэхэ Родился В районе Хуайан Провинции Цзянсу Он назвал Себя Спасителем И вторым Иисусом В 1985 Начал Проповедовать В районе Хуайань Затем В 1989 Году Переехал В провинцию Хэнань И продолжил Там свое Учение Второе Основная Доктрина Христология Он Утверждает Я Второй Иисус Имя Иегова И мое Имя Хуа Сюэхэ Отличаются Отличаются Лишь Написанием Одной Буквы Я Родился До Иисуса Молитесь Во имя Хуа Сюэхэ Критический Анализ Лидер Религиозной Секты Заявляет Что Он Бог Имя Иегова Звучит На Иврите Как Яхве Имя Господа И имя Сектанта Не имеют Никакого Сходства Эсхатология Люди Утверждают Конец Мира Будет Подобен Временам Ноя Ибо Наступит Потоп И уничтожит Все Человечество Они Учат Верующих Избавляться От Золота Серебра И Денег Так Как Грядет Конец Света Конец Света Близок Бросайте Мирскую Работу И Дело Производства Критический Анализ Библия Говорит Что В конце Дней С неба Сойдет Огонь Про Воду Жи Или Потоп Нет Ни Единого Слова Второе Послание Петра Третья Глава С Десятого По Тринадцатой Стихи Сатириология Во время Молитвы Они Дрожат Всем Телом Этим Они Якобы Показывают Наполнение Святым Духом Сектанты Кричат Громким Голосом Лин 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 Что Означает Дух Поэтому Их Также Называют Лин Юнь Пай Песни Которые Они Поют Называются Песнями Духа А танцы Танцами Духа Лидеры Уверены В том Что Проповедовать Можно Любому Человеку Они Молятся Во имя Лидера Религиозной Секты Запрещают Верующим Рождать Детей И Работать Наставники Говорят Прихожанам Приносить Все Свое Имущество Также Они Учат Их Не Использовать Пестициды Глава Седьмая Роу Шен Чен Дау Пай Первая Лидер Религиозной Секты Мао Ши Чжэнь Мао Ши Чжэнь Родился В Шиньяне Провинции Ляонин Он назвал себя Сыном Бога И утверждал Что он Роу Шен Чен Дау Воплощенное Слово Лидер Заявил Что его Тело Стало Словом И только Он Может Правильно Толковать Библию Ему Принадлежит Утверждение Что Существует Духовный Ханан И Духовный Эдемский Сад Он Купил Землю В Тянь Ганге И Жил На ней Вместе Со Своими Последователями Мао Ши Чжэнь Умер В 1996 Году Вскоре Ли Цян Из Провинции Шаньдун Продолжил Дело Мао Ши Чжэня Он Утверждал Что Был Представителем Бога А Также Адамом Последних Времен Последователей Также Называют Как Дао Чэн Роу Шэн Пай То есть Адам Последнего Времени Второе Основная Доктрина Руководитель Секты Считает Себя Адамом Он Он Заявляет Что Является Спасителем Критический Критический Анализ Адам В Библии Отрицей Отрицают Иисуса А Религиозный Лидер Секты Называют Вызывают это воскресением. Критический анализ. Заблудшие не верят в небеса после загробной жизни. И уверены в существовании небес на земле. Заблудшие становятся приверженцами мистицизма через плотские чувства. Они отрицают истинность Библии. Ниже приведены другие китайские иеретические группы. Первое. Секта Чжу Шэнь Цзяо. Религиозный лидер Лю Цзяго. Второе. Секта Юн Шэнь Шань Дао Пай. Лидеры Чжан Мэй Гуан и Чжан Юнь Гуан. Третье. Секта Ши Ту Синь Синь Хуэй. Религиозный лидер Цзо Кун. Четвертое. Секта Фан У Гун Юн Пай. Лидер Лян Цзяй Йе. Пятое. Секта Ю Чжоу Цзяо Хуэй. Руководитель Фэн Шэн Ин. Шестое. Секта Лэн Шуй Цзяо. Религиозный лидер Фэн Шэнь Ин. Седьмое. Секта Ла Цзэ Цзяо. Лидер Чжэнь Цай Сю. Восьмое. Секта Цюань Цю Цзяо Хуэй. Или Куан Фань Вэй Цзяо Хуа. Режим.